МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Учимся вышивать. Чуваша и Великобритания объединят усилия по сохранению и развитию традиций вышивки. В ожидании новоселья дольщикам ЖК Алые паруса в Чебоксарах рассказали о перспективах новостройки. Путь к пьедесталу. Чувашию посетила делегация олимпийских чемпионов. В Ледовом дворце Чебоксара-Арена состоялась стратегическая сессия по вопросам реконструкции сразу двух объектов Минспорта. Это физкультурно-оздоровительного центра «Росинка» и «Белые камни». Перезагрузка и новая жизнь – вот два ключевых слова, вокруг которых строилась дискуссия. Эти центры долгие годы служили местом тренировок спортсменов, а летом переходили в распоряжение детворы. На их базе работали загородные оздоровительные лагеря. Но потенциал учреждений намного выше. Участники сессии считают, что центры могут быть задействованы в образовательном процессе реабилитации здоровья спортсменов в выездном туризме. Для этого старые здания будут реконструированы. А где там может развернуться и строительство новых? «Росинка» – «Белые камни», расположенная на Волге. И это очень большой плюс, уверены представители органов власти, бизнес-сообщества, различных общественных организаций. Здесь мы видим максимальный мультиплативный эффект. То есть мультипликатор от реализации данных проектов мы можем почувствовать во многих сферах. Например, это спорт, само собой. Образование, здравоохранение, туризм. Все эти объекты располагаются на берегу нашей замечательной великой реки Волги. Само обсуждение проходило в форме деловой игры, в ходе которой эксперты, разделившись на команды, в течение часа выработали и представили свои концепции развития центров. Проектная деятельность, в которой принимают участие специалисты самых разных сфер, позволяет по-новому взглянуть на привычные вещи. На практике, конечно же, появляется очень много вопросов. И здесь очень важно, чтобы в этот процесс обсуждения или реализации всех этапов этого жизненного цикла, чтобы включились люди, люди заинтересованные, люди компетентные, люди, самое главное, желающие участвовать на всех этапах этого процесса. Вот это ключевое значение имеет. Я очень рад, что сегодняшнее мероприятие собрало ровно таких людей. Предложения лягут в основу технического задания реконструкции, которое еще только предстоит подготовить разработчикам. Ульяна Питакова, Михаил Солин, Республика. Минстрой провел очередную встречу с дольщиками на этот раз жилищного комплекса «Алые паруса». На вопросы интересующие несостоявшихся новоселов вместе с застройщиком ответил и первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Максимов. Строительная компания «Грандстрой» обещала сдать дом по адресу улицы Энергетиков, 6 в Чебоксарах еще в 2018 году. В мае 2016 года, с условием, что мы получаем здесь квартиру, по-моему, в сентябре 2018 года. Ну, сентябрь подошел, ничего нет. Но мне обещали через год, перезаключили договор, я 19-й год, 19-й прошел, опять приглашают. Извините, не можем, давайте еще. Сейчас, по-моему, у нас феврале 2021 года по последнему договору. Вот и все. Их идем. На сегодня строительная готовность объекта 95%. Есть ряд работ, которые до сих пор не завершены. По словам застройщика, на объекте завершаются отделочные работы и остекление. Решается вопрос по отоплению, воде и электрике. Ведется монтаж лифтового оборудования. Вопрос строительства данного объекта начинался тоже нелегко. В свое время здесь застройщик Грандстрой получил земельный участок по договору о развитии застройной территории. И, соответственно, были определенные споры с администрацией и так далее, что, в принципе, тоже как-то повлияло на продолжение и завершение здесь работ. Также здесь по техническим причинам, по подключению к электрическим сетям тоже вопросы были завязаны в связи с банкротством коммунальных технологий. И, соответственно, в принципе, сегодня видим, что работы на объекте ведутся. Минстрой Чувашии держит под контролем строительство дома. Между застройщиками и дольщиками подписан новый договор, согласно которому владельцы квартир смогут заселиться в новостройку в феврале 2021 года. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Сергей Копеев, Республика. Проекты и инвесторы. Как объединить идеи и финансы. В центре «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чуварской Республики и Республиканского бизнес-инкубатора прошла бизнес-сессия «Инвестиционный день. Инвестиционные возможности». 16 предпринимателей представляли свои проекты инвесторам из Москвы, Набережных Челнов и Чубаксар. Постройка колеса обозрения, переработка пластика, организация прачечной, создание образовательной платформы. Эти и многие другие проекты авторы вынесли на питч-сессию. В роли экзаменующих потенциальные инвесторы и бизнес-ангелы, те, кто готов вкладывать свободные деньги в привлекательные идеи. Они же и эксперты, выражающие свое мнение, указывающие на типичные ошибки, дающие оценки. Их знания дорогого стоят. Он позволяет предпринимателям найти инвесторов и реализовать какие-то их идеи. Интересные, безусловно, нужные рынку, с одной стороны. С другой стороны, помогает людям, которые готовы вложить деньги, в том, чтобы их разместить в реальном бизнесе, в российской экономике. Условно говоря, не перевести эти деньги в доллары и сложить в банк, а вложиться в реальную экономику и в создание услуг, товаров, которые нужны людям здесь, в России. Время кризиса, время возможности. Пандемия повлияла на многие рынки, но открыла другие направления. Сейчас с ростом курса доллара и евро стали актуальны проекты по импортозамещению и экспорту. Мы наблюдаем сейчас рост именно производственных проектов. То есть к нам поступает сейчас в центре бизнеса, бизнес-инкубатор проект именно конкретно производственный. Если раньше это было преимущественно торговля или какие-то услуги, то сейчас именно есть возможность импортозаместить какие-то китайские элементы. Те возможности, федеральные и региональные инструменты, которые есть для, соответственно, инициаторов проекта. Ну и, конечно, курс, он тоже позволяет, курс доллара и евро позволяет дополнительно сфокусировать свое внимание именно на производственных проектах. Один из проектов, представленных на ПИЧ-сессии, модуль, позволяющий изучать точные науки. Он включает в себя определенный комплект оборудования. Его представил Алексей Иванов. Мой проект называется онлайн-куржок по STEM-обучению на базе нашего макета. Макет наш называется Yuga Home, от компании «Юный гений». Здесь у нас есть макет сборный на базе программирового компьютера Ардуино. При программировании конкретно, то есть мы берем STEM-подход за основу, а когда мы берем STEM-подход за основу, соответственно, мы берем науку, мы берем технологию, мы берем инженерное дело, берем математику. То есть куржок как раз направлен на то, чтобы знания, которые ученики получают в школе в рамках обычной программы, могли применять в различных сюжетах и в жизни. Электротехнический кластер, IT-направление, сельское хозяйство, въездной туризм. В республике немало направлений, нуждающихся в инвесторах. В центре «Мой бизнес» предприниматели могут по принципу одного окна получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Ограниченные возможности здоровья не предполагают широкого выбора профессий. Чтобы сократить время на поиски, к подбору подключаются специалисты службы занятости. Причем профориентация начинается уже со школьной скамьи. Важную роль в профориентационной работе по трудоустройству инвалидов играет экскурсия на предприятия республики, где созданы условия труда для людей с ограниченными возможностями. Накануне дня инвалидов предприятия «Яхтинг» открыла свои двери для учеников коррекционной школы. Уже не первый год наша школа сотрудничает с Центром занятости населения города Чебоксары. Такое эффективное сотрудничество способствует раскрытию профессиональных интересов и склонностей с учетом состояния здоровья детей. Помогает сделать правильный выбор профессии в ближайшем будущем. Такие мероприятия мотивируют детей и показывают, что найти работу человека с ограниченными возможностями здоровья реально. На сегодняшний день у нас работают 12 инвалидов. Помимо этого созданы еще специализированные рабочие места для принятия такой категории людей. В центре занятости населения инвалидам начинают помогать с трудоустройством уже на этапе медико-социальной экспертизы. Также введена новая госуслуга – сопровождение при содействии занятости инвалидов, нуждающихся в индивидуальной помощи при освоении новых трудовых функций. Данная услуга предполагает не только выявление барьеров на пути следования на работу, но и действия работодателя, привлечение наставника, помощь в подборе рабочего места. Сведения о наличии свободных рабочих мест и о вакансиях для трудоустройства инвалидов работодатели размещают самостоятельно в информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий работы в России». Чувашская вышивка стала темой разговора участников телемоста, соединившего сегодня Чувашию и Лондон. Руководитель Британской Королевской школы вышивки и глава Чувашии договорились о сотрудничестве в деле сохранения уникальных народных традиций. Королевская школа вышивки Великобритании сегодня разрабатывает проект создания базы данных различных техник рукоделия. Древнее Чувашское искусство необходимо не только сохранять, но и популяризировать во всем мире, считают организаторы. Этот проект носит онлайн характер, то есть в интернете у нас будет большая база данных, где будут храниться тысячи и тысячи стежков и их использование в различной технике вышивки. Глава республики Олег Николаев поблагодарил Сьюзен Кей Уилимс за интерес к исконно-чувашскому творчеству и выразил готовность участвовать в проекте. Он рассказал, что с этого года в национальном календаре появился праздник – День Чувашской вышивки. То есть наша национальная традиция не просто не утрачена, а она достаточно широко представлена, и у нас есть все возможности используя уже современные веяния, современные подходы и инструментарии и дальше развивать. Пять лет назад в республике был открыт музей Чувашской вышивки. Сегодня он выполняет роль методического центра по сохранению не только образцов, но и традиций народного искусства. Нам, безусловно, интересен их опыт работы, потому что они работают не первый год. Интересна структура этой школы. Этот метод работы, конечно, мы будем использовать в наших районах республики. Это мы увидели, когда готовили сурбан-перле. Есть костяк, прочный костяк мастеров. Они станут вот такой базой, основой для того, чтобы популяризировать вышивку, для того, чтобы обучать и молодых людей, и детей вышивки. Участники телемоста договорились о сотрудничестве, необходимую информацию британской стороне предоставит Минкультуре Республики. Оно же будет проводить и мастер-классы, и другие мероприятия по обмену опытом. Елена Гальперина, Николай Скворцов, Республика. Студенты художественного училища присоединились к участию в конкурсе на разработку логотипа и бренд-бука, посвященного сурскому и казанскому оборонительных рубежей. О том, как проходит их подготовка к конкурсу в нашем репортаже. Дистанционное обучение – не преграды вдохновению. Поучаствовать в разработке памятных знаков – это уникальная возможность проявить себя. Студенты откликнулись на это, откликнулись очень активно, живо. Вот что, безусловно, нравится то, что молодежь, она помнит, чтит и, естественно, откликается на это. Перед тем, как начать работу, студенты тщательно изучили материалы того времени, чтобы прочувствовать трагизм и силу духа тех, кто создавал оборонительные укрепления. Переживания, эмоции – как неотъемлемая часть творческих мыслей. Многие из них даже не слышали про этот трудовой подвиг. Тем интереснее было входить в тему. Первый этап – это эскизирование после сбора аналогов и анализа. Это эскизирование, после чего, найдя какую-то изюминку в поисковых своих работах, они приступают уже на выполнение логотипа в электронном формате, то есть на графические редакторы. Единый день композиции студенты пробуют себя в разных художественных направлениях. Екатерина Исаева побывала в местах, где строились рубежи, послушала воспоминания очевидцев и их родственников. То, как видит ситуацию, так ее и представил. Ну и способы изображения у многих разные, потому что мы все работаем в разных стилистиках в основном. Например, мне захотелось сделать шрифтовую композицию. Большинство студентов уже близки к завершению своих работ, оценят их в конкурсной комиссии. Екатерина Шиверова, Александр Отяков, Республика. В Национальной библиотеке Чувашии открылась художественная выставка Александра Федорова «Взгляд». Она приурочена к юбилею известного живописца. Александр пошел по стопам знаменитого отца, чувашского художника Ревеля Федорова. Именно папа когда-то научил маленького Сашу держать в руках кисть. Сейчас он самостоятельный мастер. Работы разные. Натюрморт, букет, пейзаж, фигуратив – это те жанры, которыми я в своей основе занимаюсь, больше букетом занимаюсь. Мне это нравится жанр. Почему? Потому что в нем я вижу больше свободы. Поздравить живописца пришли родные и близкие коллеги по работе. Яркие, сочные, написанные крупными мазками картины произвели положительные впечатления на всех, кто посетил выставку. Здесь столько вдохновения, здесь столько экспромта, здесь столько неожиданного цвета, культуры цвета. Причем вот даже, например, рыбы. Допустим, любая работа – это все на одном дыхании, это все на всплеске чувства и эмоций. Конечно, этому надо учить молодежь. Всего на выставке представлено более 50 произведений в различных жанрах и техниках. Ольга Семенова, Георгий Кривошейн, Республика. Денежные премии за физическую зарядку и бодрость духа на весь день – это про конкурс на лучшего дворника. Он проходит ежегодно в столице республики. На этот раз определили лучшего дворника Московского района. Своих представителей прислали почти все управляющие компании. Семь дворников убеждали членов специальной комиссии, что они и есть лучшие. Подведомственных им территориям всегда чисто. В порядке детские площадки. В зависимости от сезона политы цветы и посыпаны песком скользкие дорожки. Да мало ли работы во дворах. Юрий Журавлев – военный пенсионер. Чтобы не скучать дома, он устроился в управляющую компанию «Платина». неожиданно для себя стал победителем. Работа нравится. Стою рано, около 5 часов утра. Прихожу на работу как на зарядку. В конкурсе участвую не первый раз. Но в этом году удалось выиграть. На полученный денежный приз мечтаю купить моторную пилу. В этой управляющей компании нет текучки кадров. Здесь ценят специалистов и стараются обеспечить их необходимым инвентарем и техникой. Дефицита кадров нет. Люди приходят, люди работают. И работают уже не один год. Мы стараемся вообще в управляющей компании, все конкурсы, которые проводятся городом, проводятся районом, мы стараемся участвовать в этих мероприятиях. Результаты подобных конкурсов у всех на виду. Это уютные и чистые дворы и довольные жители. Считаю, что конкурс актуален. И вижу, что управляющие компании стремятся мотивировать своих сотрудников, свой технический персонал непосредственно дворникам для участия в этом мероприятии. И вижу, что на дорогах территории становится почище, получше. В Чувашии находится делегация олимпийских чемпионов. В ее составе прославленные спортсмены, завоевавшие медали в разных видах спорта. Олимпийская чемпионка по волейболу Ирина Макогонова, призеры Олимпиады по академической гребле Антонина Зиликович и по гремко-римской борьбе Владимир Чубоксаров. Их интересует развитие детского массового спорта в республике. Они побывали уже в Кугесях, Маринском посаде и в Цивильске. И везде встречались с юными спортсменами. Всероссийская благотворительная программа «Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России» работает с 2014 года. Советские и российские спортсмены ездят по малым городам страны, посещают детские школы и кружки. Их интересует, как выстраивается спортивная работа в регионах, какие виды спорта популярны у нынешних школьников, насколько оснащены секции нужным оборудованием, какие проблемы нужно решать в первую очередь. В ней участвуют около ста олимпийских чемпионов и призеров Олимпийских игр. На встрече в Чебоксарах в движение пригласили и прославленную чувашскую спортсменку Елену Николаеву. Делегация уже посетила 65 регионов страны и более 500 населенных пунктов. Ребята с большим интересом слушали про путь к олимпийским наградам, особенности тренировок. В завершении автограф-сессия. На память о встрече с теми, кто прославил нашу страну. В Чебоксарах открылась выставка-ярмарка рыбы Камчатского края. В сезон простудных заболеваний и ОРВИ рыба и другие морские деликатесы очень полезны. В них много витаминов и других нужных человеческому организму веществ. Подробнее об этом прямо сейчас. А я прощаюсь с вами. До завтра. На прилавках более 20 видов. Окунь, белорыбеца, палтус, дикий, королевский лосось и многое другое. Знаменитая камчатская икра пользуется особой популярностью среди покупателей. Она без консервантов, богата витамином D и повышает иммунитет. Любая продукция у нас свежая. Она не искусственно выращенная, не замороженная продукция. Это очень большой плюс. Все полезные свойства, все витамины присутствуют в продукции. К деликатесам выстраиваются очереди. Здесь есть и постоянные покупатели. Один из самых востребованных продуктов – чавыча. Ее называют царицей лососевых. Она снижает уровень холестерина в крови. Я приехала из Козловки. Мне очень нравятся деликатесы камчатки. Покупаю, какие мне нужны рыбы. Чавыча. Мне очень нравится. Я покупаю эту рыбу. Тунец. Вот купила сегодня еще печень трески. Продавцы очень приветливые. Спасибо. Что есть такая возможность – полакомиться камчатской рыбой. Тихоокеанские морепродукты украсят любой праздничный стол. Особенно это актуально в преддверии Нового года. У покупателей возникают вопросы. Как можно сохранить продукцию? Очень все легко и просто. Один раз продукция замораживается. Рыбка в пергаментной бумажке. И корочка в пластиковом контейнере. Выставка будет работать до 6 декабря включительно. Каждый желающий может посетить ярмарку в Ледовом дворце Чебоксары-Арена по улице Чапаева, 19. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова